И потом он понимает, что вот я болен. И если он больше болен, то он начинает чувствовать себя еще хуже, чем Рейх. Но это очень важная реализация, потому что он может идти к доктору. Но это очень важно понять это, потому что тогда он обратится к врачу. Ну, конечно, иногда люди приходят в наши движения, они просто любопытные. И они приходят к такому врачу Харе Кришна. И говорят, пожалуйста, следуйте меня. И врач говорит, вы больны. Что ты имеешь в виду? Что имеешь в виду? Да, вы больны, вам нужны вот эти лекарства. Но это не то лекарство, которое я хочу. Мне нравится вот другое. Но врач говорит, что это лекарство вам не поможет. А тогда я использую это, доктор. Тогда и ты ему не поможешь. Ногуя вега. Они уходят. Это очень теплое. Это глупость. И это perfect way to get cheated. Таким образом люди оказываются обманщиками. Потому что много обманщиков приходят, которые говорят, что любят медицину, что вы хотите? Так много обманщиков подходят вам и предлагают вам различные лекарства. Я хочу одну пилу, зеленую. Человек говорит, я хочу такую таблетку зелененькую. Чтобы я могу чувствовать как Бог. Чтобы я почувствовал себя Богом. И доктор говорит, что там, возьмите одну, это называется ЛСД. И доктор говорит, замечательно, попробуй. Вот есть одна, называется ЛСД. И я говорю, звать и мать медицинский человек. Какой хороший лекарь. И мы не идем в Бог. Он отправляется в Бог. Так что, это очень хорошо. Но если кто-то не хочет быть cheated, то сначала он должен понять, что он должен получать от материальных желаний. Так что, прежде всего, человек должен понять, что ему необходимо избавиться от материальных желаний. И сначала это может быть болезненным. Но в конце она становится очень горкой. И даже любой человек, совершенно английского склада ума человек может понять это. И даже мои родители, они сейчас становятся очень молодыми. И они мне сказали, что, ну, если ты становишься молодым, то ты не будешь alone. So alone. So lonely. And when I become so old, I will be not so alone. И, например, мои родители, когда они видят меня, сейчас они говорят, ну, по крайней мере, они видят, что я стараюсь, говорят, когда ты соскоришься, ты не будешь таким одиноким, как мы. That's one of the only realisation they got about Krishna consciousness. Это, может быть, единственное, что они поняли в сознании Кришны. But they feel it now. They're alone. And when they're really old, you become very alone. Но когда человек совсем старец, он вообще в полном одиночестве находится. And who cares for a lonely old person? Кому нужны такие одинокие старики? Especially in today's society. Особенно в нашем обществе. So if you are young, you don't think about this. Oh, who cares? You know, for a old person becomes very important. But this is just by the way in Krishna consciousness. Ну, то есть, бревны, они могут не обращать внимания на то, что они стараются. Для них это само собой происходит. But association with the bodies is so wonderful in all regards. Но общение с требованиями, оно замечательно во всех отношениях. There's so much help, mental, physical help. Преданное, оказывается, так много по помощи, духовной помощи, материальной. Of course, it has a price to it. Конечно, это тоже, за это тоже нужно платить. Maybe when you sleep in a brahmacharya, you live in a brahmacharya ashram, и, может быть, вы будете спать, а потом утром волна нас наступит. So what? A little dust from the lotus feet of the devil. Ничего, немножко пули садисных, так правильно. Not the last, вы имеете самое худшее. But this was an important point. You are not preaching to the people that you become materially happy by chanting Hare Krishna. Но это очень важно, подчеркнуйтесь. Нельзя проповедовать людям, говоря, что повторяю Hare Krishna, вы станете вбратите материальной участии. This is exactly what is distinguishing material religious religions from Hare Krishna. Именно этим отличаются какие-то материалистические религии от движения Hare Krishna. I will give you the example. The people were standing in Russia in a church praying, My dear God, please give us our daily bread. Прокупация приводил пример, что в России люди стоят в церквях и молятся, Oh, Господь, дай нам хлеб насыщенный. There was no bread. There was no bread. Но никакого хлеба они не получали. When they came out of the church, потом они выходят из церкви. And there was a truck with большевиков standing there, full of bread. И при этом какой-то этот самый грузовик был, большевики пригнали по полной хлеба. They're going, So, did you get your bread in a church? И они говорили, Ну что, кто вам дает хлеб, мы или церковь? They're going, no. Они спрашивали, Вы получили какой-то хлеб в церкви? They're going, no. Yeah, you take bread. And вот здесь, пожалуйста, берите хлеб. And I got a regular week on abortion. И все становились этими большевиками. And of course, Правда, Павел Павел Павел, здесь разку, заряди тоже, но ты игорь, ты брать в холм. Прабхуппады говорил, конечно, эти негодяи не объяснили людям, откуда они берут хлеб. From the fields, хлеб подрастет на полях, which grows by the mess of the rain, и он растет, благодаря дождям. It comes from Krishna. But people don't think that fire is only of the bread in the mouth. Но люди, когда они видят, что перед носом кусок хлеба, они не понимают все этого. Because their consciousness is in a tank. Их все сознание сосредоточивается на языке. So, then after a while, then they prayed to the Bolsheviks. И потом люди стали же молиться, but they come. Again, the bread was finished. Но хлеб все равно кончился. Now they prayed to, you know, to Mr. Clinton. Теперь они молятся к Mr. Clintonу. I don't mind if I get myself in trouble. I don't mind if I get myself in trouble. So, you know, the bread consciousness manifests in a church, in the political system, ultimately becomes a dollar consciousness. Так что вот это вот сознание хлеба, оно как бы проявляется в церкви или в политике. And when a dollar is finished, then they pray to something else again. И когда перестают людям давать хлеб, они начинают молиться кому-то в ригане. But it doesn't help like this. Но это им не помогает на самом деле. The bread may get really less than less. Anyway. И все равно хлеба становится меньше и меньше. So for sure the bread is depending on Кришна. И нет сомнений в том, что этот хлеб исходит. Да, Кришна. Кришна называет бейкар. Но Кришна не пекарь. He degraded God that baker after he's baking bread. Люди не сводят Бога, это вот образа такого пекаря, который там хлеба вытекает. Bread. God is bread. Бог даёт хлеб. And what do we give to him in return? И что вы даёте на взамен? Our sins. Our sins. Наши чувства. О, наши грехи. That's a good deal. Это хорошая, выгибная сделка. He gives the bread, we give the sins. Он даёт хлеб, мы даём грехи. And just in a case we do more sins, he will forgive us anyway. And give us more bread. He gives нам еще хлеба. What a nice God. Какой хороший Бог. And if it doesn't work, you can get lost. А если не получается, то какие же он долженчатчатчат. Then I will immigrate to America. Then I will immigrate to America. Тогда я уеду в Америку. Because there's a God on a dollar note. Там Абудзе написано на долларах. Stated on a dollar in God we trust на долларе написано на Богом его повара. So in this way one stays forever in the material. Таким образом живое существо продолжает существование в мир. Так что сознание Кришны это не сознание хлеба. Кришна gives so much bread. Кришна, он так и так дает хлеб. If he's serving with love and devotion, то он служит с он и хлеба это происходит в само собой. You can ask any older devotee, he will tell you no bread, please. Any older devotee will tell you no bread, please. Но любой старый отрежный он скажет, пожалуйста, не надо хлеба. I was eating the Hare Krishna sandhifi since 20 years. I was 20 лет и ем эти первые воскресные. I just take a little maha. Ям сучусь маха-прасады. So our problem is life of the Godhead not the bread. То есть ничем нам не хватает, так это любви с Богом и хлеба. It's not that each and every devotee can become a good manager if before he was preaching. How to do so? Should we force ourselves or train or act according to our abilities? Не каждому преданному дается стать хорошим менеджером. перестроившись из проповедника. Как нужно заставлять себя или воспитать или действовать по способностям? Generally, the best managers are the best preachers. Как правило, лучший менеджер это тот, кто лучше всех проповедует. But not all preachers are, of course, managers. Конечно, не все проповедники являются менеджером. But the preaching part is more important. Но проповедь это очень важно. And in the long term it's always rather natural that one will do what one can do. И в течение какого-то длительного времени для человека становится гораздо естественным, что он действует соответствующие способностями. However, if one starts with management first and preaching second, then when it's in trouble. when it's in trouble. But if a person will have management on the first and the second then he will столкнутся с трудностями. Because ultimately our management means that we get linked up with Krishna's mercy. Because in the высшем смысле our management означает that we получаем Miloche with Krishna. But if we forget Krishna, then we can manage as much as we want. and if you получите Miloche with Krishna, then you can manage everything you want. Do not work. Do not work. Always. If we forget Krishna, it will not work or not. If we forget about Krishna, then we don't do anything to do anything. There are much better managers in the karmic world than in this movement. There are much better managers in the karmic world in the karmic world than in the karmic world. For sure. There are. No, I'm not in the karmic world. But the whole society goes to hell. No, it's not the whole society goes to hell. They manage one problem by creating 15 others. They manage one problem and at the same time they create 15 others. Because they're an illusion. They are in illusion. So it is very good when the bodies get a training in Sankirtan first. It is very good that it is 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 anything else in the karmic world. he tried to do everything everywhere as nice as possible. He tried to do everything, everything, everywhere as nice as possible. But because his reasoning was still materially colored, his reasoning was still materially colored, and he was very disappointed. He was very disappointed. I tried to serve them so much. and he tried to serve them. I don't like me for that. 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 Of course, this was not so nice in the side of the devotees either. Of course, this was not so nice in the side of the devotees either. Because I couldn't see that he's trying the best he can. But it shows that ultimately the spiritual foundation is more important as some managerial equipment. But it shows that ultimately the spiritual foundation is more important as some managerial equipment. So we have to tolerate each other. So we have to tolerate each other. This is very difficult to do in Kali-Yoga. In Kali-Yoga it's very difficult. To tolerate the other person and see what he really wants. To tolerate the other person and see what he really wants. and see what they really want. For example, you have a Sankitan reward, right? And he becomes, by circumstance, he has to serve the other Sankitan reward because there are more and more reward is coming. And he has to arrange as we can go out too. Like, например, Tregnant Sankirtan very often that they are not forced to serve other Tregnant Sankirtan but there are many new Tregnant Sankirtan and they have to do it to have the opportunity to go. But that means that he himself cannot go so much on Sankirtan. But that also means that he himself cannot go so much on Sankirtan. Now, he has a problem. He wants to go on Sankirtan but he wants to have the other devotees also to go on Sankirtan. And the devotees may tell him why don't you go on Sankirtan? And the devotees may tell him why don't you go on Sankirtan. And the devotees may say why don't you go on Sankirtan? Почему? Ты должен быть как Бог. Ты должен быть как Бог, делать все. Но я не Бог. Это твоя проблема. Это большая проблема в Кали-Юга. Вы представляете себя в ситуации другого. То есть, они же не могут поставиться на место другого. Как бы я действовал в такой ситуации? Что бы я смог сделать? Это усложняет нашу жизнь. И тогда лидер зачаровывается в лидерах. Лидер — служить всем остальным. Потому что таким образом они получают вдохновение служа другим. Но если их служение, служение лидеров не нравится всем остальным, то они разочаряются. Когда я говорю, что ты становишься лидером. И говорят, что ты становишься лидером. А если и другой становишься лидером, то происходит с ним все то же самое. И в конце концов уже ни одного лидера не осталось. И все равно говорят, что ты забыть. Я видел лидеров перед вами. Я видел проливших лидеров. И на общество без лидеров. Да. Это общество без лидеров. Такое общество не может существовать. И это Калиюга. Это Калиюга действует. Поэтому нужно уметь поставить себя на место другого. Пожалуйста, объясните, пожалуйста, природу зависти, как себя вести с человеком, который завидует. Если он это кормит, то лучше с ним просто не имеет никакого дела. Говорится, что даже змею можно успокоить с помощью мантры, но никогда нельзя успокоить зависть своего человека. Обычно, когда мы проповедуем, то стараемся избегать таких людей. В случае завистия, это очень маленькая контоминация, которую мы можем употреблять и пытаться говорить с ним. Если же это относится к преданным, то есть преданный такой зависть, то это, ну, как бы, это такая, своего рода, анархия. И поэтому можно проповедовать ему. Потому что девурицы are much more rational. Потому что преданные они гораздо более практичные. И если мы спросим, почему же ты завидуешь-то? И обычно девурицы говорят, я завидую. И он спрашивает, я завидую. Ты хочешь то, чего есть у кого-то другого. Так называется зависть. Нет, я не хочу этого. То есть предний может быстро отказаться от зависти. Он даже может служить другим, чтобы показать, что он нам не завидует. Такая природа проявлена. Но успокоить карму невозможно. Он будет завидовать буквально всему. Даже в вашей Тилоке. Он не нравится Тилоке. Но вот он скажет, у тебя есть то, чего надо меня. Почему это у тебя есть? У тебя не должно быть Тилоке. Это просто безумная зависть. То есть завистливого человека успокоить невозможно. Если же этого человека как-то еще сильнее разозлить, он станет еще более завистливым. Когда вы выходите, иногда люди отказывают платить деньги, потому что они не получают зарплату и времени. Но это значит, что мы должны изменять нашу место для покупки? Или это не полезно, потому что они были связаны с девочками, и мы должны продолжать продемонстрировать в таком случае? Это нужно выяснить с местными руководителями. Но если вы в городе вообще ни у кого нет денег, вы можете просто ходить, показывать книги. Может быть лучше распространять в какой-то другом месте, где люди есть деньги и не могут купить книгу. Прабхупада хотел, чтобы люди брали книги себе домой. Так что это не просто для того, чтобы показывать, они должны распространяться. Продолжение следует... Асфан talker комментариях помочь, которыйeremiасBurке может deinебельце. Продолжение следует... И Richarsθε пара приходит посмотреть, perquè, помогутели читать их. В Sims курсах, пришел эту историю. путешествовать из одного храма к другому. Но что вы можете спросить? Я всегда получаю такие вопросы, которые я задаю очень поздно. Русские, они все очень личностные. Это очень хорошо. Но я не знаю этого человека. Поэтому я не могу говорить о этого человека. Поэтому я не могу говорить. Но в принципе, можно сказать, что количество лет, которые я здесь выполнял, они не играют большую роль. Нельзя измерить сознание Кришна Гагана. Я уже двадцать лет им прасад. Это не очень продвинутый. Это не принимается в расчет. Ты присоединился до меня. Так что ты более продвинутый. Я присоединился до тебя. А я после тебя присоединился. Так что я менее продвинутый. Это не так, как не получается. Это не как на заводе. Это не так, как на каком-то производстве. Эту машину сделали в таком году, поэтому она очень старая. Эта машина не такая старая. Так что это не так. Год выпуска не играет роли. Это зависит от вашего духовного развития. Это один пункт. И другой пункт. Если кто-то очень-очень беспокойный ум, если у кого-то очень беспокойный ум, то они никакой пользы не принесут. То есть, вместо одного человека с беспокойным, он может быть два таких. То есть, беспокойство увеличится вдвое. Это не решит вашу проблему. Для некоторых времен, безусловно, нужно с ним не кажется. Но если кто-то думает, что таким способом сможет решить все свои проблемы, то он просто сменит уровень проблем. Может быть, ему больше понравились эти проблемы. Он чувствует себя более защищенным. Он будет чувствовать себя более защищенным. И общественное давление очень высокое. Если вы что-то такое сделаете, там какие-то мелочи, все вас заклемает, чтобы вы украли свои чувства. Некоторые рабочайцы могут чувствовать себя не так комфортно. Некоторые рабочайцы могут себя не очень любитно чувствовать в такой остановке. То есть, они могут просить на одного ашрама. Но даже в другом ашраме общественное давление существует. Не много изменений. Особых этих перемен нет. Я не хочу глубленность в детали. Я хочу смешать. Но любые иллюзорные мечты, которые мы имеем, будут фрустрстрированы. Это точно. Иллюзорные мечты. Мы имеем. Они будут фрустрированы. Но все наши мечты, они точно кажется отманутыми. Иллюзорные мечты. You may dream. I will be austere like this. Кто-то может мечтать, я буду таким ужасно скетичным. And you can get frustrated. И вы кажется, что с разочарованием. And you may dream. I will be enjoying like this. Кто-то другой может думать, я буду замечательно наслаждаться. И вы также закончите разочарованием. So at the end, they are all frustrated. В конце, ты все закончишь с разочарованием. Это такой универсальный принцип. So we can save ourselves from that by proceeding in devotion. Так что лучший способ избежать всех этих проблем это просто продолжать заниматься правильным служением. Regarding one's mental disturbances, there is no other way as to surrender to the spiritual master under instruction of the devotees. То есть невзирая на все беспокойства своего ума, нужно понять, что нет другого пути, как предаться духовному учителю и подчиниться указаниям. If I can do it in the temple association of devotees, that's very nice. Если вы можете сделать это в храме, общаясь с преднами, то замечательно. Но иногда мы видели людей, которые не могут жить с другими преднами. The question should he literally worries at all? Значит ли это, что он вообще не должен отчасти с преднами? That close? That's a close association. Что он не должен так близко отчасти с преднами. If he is so disturbed, то можно сказать, но почему бы тебе не жить где-то дома и просто приходить в храм и заниматься служением? In some cases it was amazing. And in some cases it was amazing. That he would get much more services than he was in my temple. That he would get much more services than he was in my temple. I would say something very bad about Swedish nation. Like in Sweden, people have a very, very much desire to be on their own. To be unknown. Alone. Alone. В Швеции у людей очень сильное желание все время оставаться одному. I think Russian people have no idea what I'm talking about. Мне кажется, что русские, они просто не понимают, о чем я говорю. Even those things, sometimes he is impersonal. That's nothing. Это ничто практически. А в Швеции многие люди испытывают настоящую потребность как минимум несколько часов в день находиться в полном оттенечестве. Заходят все в квартиру, закрывают двери, окна и сидят там. И полностью вообще ничего не понимают. Не спрашивайте у меня, как это у нас происходит, я не имею понять. Я знаю, что им это необходимо. Если у них нет такой возможности, они все равно будут стараться это сделать. Иногда, ну просто приходится терпеть такие вещи. Как вот у нас в ресторане один есть по врагу инослированным. Он пытался жить в храме. Но я знаю, что он очень сильно страдал. Все время он был такой несчастный. Он был тем более беспокоен. И в конце концов он просто ушел. Потянул нашу жизнь. Он был умер за 1-2 года. Но он не мог бы быть в храме. Но он не мог бы быть в храме. Поэтому он вернулся. Но в этот раз мы ему сказали, что вы не живете в храме. Я не думаю, что вы не любите это. Это не так много. И в этот раз мы ему сказали, но теперь ты уже не должен жить в храме. Потому что тебе же это не нравилось. Правда? Он первый раз в жизни сказал, да, действительно, мне это не очень нравилось. Это большой уже прогресс в Швеции. Когда кто-то говорит то, что он думает. Обычно человек что-то думает, но никому не говорит. И он стал прогрессировать. Так что он сказал, что у него немного плотно, и вы приходите каждый день на служение. Мы ему сказали, живи всегда дома, но приходи каждый день, занимайся служением. И он сейчас делает гораздо больше, чем раньше. Он сейчас делает гораздо больше, чем раньше. То есть он по-дому возвращается только на ночь, чтобы поспать и все. И я не знаю, что он там несколько часов делает. И это делает его очень счастливым. И он сейчас очень счастливый. Сейчас я могу быть самым. Когда ты идешь, и здесь есть плотно, там ничего внутри нет. Когда ты идешь в его плотно, там ничего нет. Если прийти к нему домой, то есть мы приходили к нему домой, там у меня дома вообще пустая квартира. Просто на полу лежит матрас и все. Но он может быть самым. Мы можем быть самым. Но он может таким образом быть в одиночестве. Это очень важно. Для него это важно. Конечно, это исключение. Но иногда нужно делать так же. Но мы так делаем необходимо. Но мы лучше всего в храме в храме. Конечно же, лучше всего в храме. Это очень важно. Спасибо. Вопрос. 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 Никогда не нужно делать по собственной прихоти, это не хорошо для духовного развития, но вообще это вполне естественно, что правильные хотят жить там, где они чувствуют себя лучше. Есть места, где собираются прервины разные, и там царит в этих местах совершенно разная атмосфера. Например, в Швеции у нас там площадь где-то 40 километров. На этой площади три храма, и в каждом из них совершенно другая атмосфера. Весь ресторан целиком подчинен проповедям. Если вы не можете проповедовать, и смотрите на этих кармах, вам очень трудно оставаться там. Некоторые преданные поэтому ушли оттуда. Но если вы хотите жить где-то в сельской местности, жить со своей семьей, то у нас там есть ферма. И там тоже можно проповедовать. Или если вы хотите только производить правхупаду, то это коршнесс. Если вы не участвуете в производстве книг, и не считаете все частью этой миссии, то там вам будет нечего. То есть во всех этих трех храмах совершенно разная атмосфера, разное настроение. Если вы приезжаете в коршнесс, вы видите какого-то прежнего первого попавшегося, тут же у вас предполагаемо стоит битвы B, B, T. Они все вылезают из своих компьютеров, там очень тихо, все очень сосредоточены. Там такие вправо. Когда вы приезжаете в Голиндас, в Стокгольм, там такая кипущая удивительность. Там все кипит. Там все кипит. Партили летают из одного угла в другой. 170-литровые партили. Там 100-литровые баки там перелетают. Если бака из подносины трасса, там по лестницам бегают. На кухне там все коварятся. Вы знаете, это просто место. Это камни все вокруг. Они в шоке, они в ресторанах. И там все время приходят кармы. У нас есть магазины, рестораны, у нас есть чудес. Они стоят в голове. Если вам это не нравится, то... Вы не сможете просто где-то в углу в Голиндасе сидеть и повторять Харе Кришна. Там даже не разрешается это. Вы не сможете этого. Люди просто в своей кабине сидят сумасшедшие. В ресторанах приходят, чтобы поесть, а тут какой-то брамачарий сидит и повторяет манту. Так не получается. Но иногда новые при этом, когда приезжают, они начинают так делать, и мы тут же говорим, прекратите. Это совершенно другая атмосфера. И когда вы идете на ферму, на Альвик, там нет так много девочек, это огромное место. Но если вы приезжаете на ферму, в Альвик, там кривеных довольно мало, а самое место, по себе, очень большое. Но вы можете пойти в коровник, там и коровы, или там есть место, где премии горшки из грима. То есть такой премия может вам целую лекцию прочитать об этих горшках. То есть там маленькие, большие, разных видов. Слайд. То есть естественным образом, что премия хочет оставаться там, где он чувствует себя более комфортно. Но иногда мы должны делать то, что необходимо. И очень плохо, если премия вот так вот самовольно решает откуда-то уехать и отправляется в другое место. Даже для руководства это плохо. Потому что они не знают, что это за премии там премия. Потому что они не знают, что это за премия там премия. И обычно, если премия, если премия, то у них были такие же проблемы. Да, это правило, именно так и бывает. Так что обычно не решит так много проблем с путешествием, поэтому... Обычно проблема, если нельзя решить путешествие из одного места в другое. Только если у вас в храме полный хаос царев, если у вас там президент храма носит борода длинная, и он ест чекен по курсу, то, конечно, они говорят, пробуй, бай-бай. Когда время не скажет, ну ладно, пробил, пока, он отошел. Как вы думаете, что все знают, что он может делать в криснской сознании, как он может преодолеть, и он может осуществить свои способности. Как вы думаете, если он должен сделать планирующие в криснской сознании, или это достаточно для того, чтобы уничтожить их личные обязательства. И... ... ... ... ... Вы понимаете, что каждый человек знает, на что он способен в сознании Кришна, на какую степень прогресса, и примерно может оценить свои силы, или же... То есть стоит ли, на ваш взгляд, самому планировать свои цели и задачи в сознании Кришны, или достаточно ежедневно и добросовестно выполнять свои обязанности, и позже Духовный Учитель покажет вам, в каком направлении нужно действовать. Строить планы — это естественно для человека, потому что так проявляется вожжение. И каждый, кто чего-то хочет, строит планы. Но, как говорил Прабхупада, каждый план должен быть одобрен. В самом начале, когда человек приходит в сознание Кришны, лучше пусть он делает то, что нужно, то, о чём его просит. У него, конечно, могут быть какие-то планы, какие-то идеи, но он не должен настаивать на осуществлении этих идей. Потому что если он недостаточно очистился, то эти его идеи будут иметь какие-то нежелательные последствия. И потом этот предмет должен посоветоваться обязательно с другими предметами, и особенно с Духовным Учителем, правильно ли у него эти идеи. Может быть, это хорошая идея, но может быть, и не очень хорошая. Поэтому можно положиться на мнение других предметов. Обычно, когда у человека очень много таких независимых идей или куланов, у него возникают трудности. Потому что обычно у человека очень легко видно со стороны. Обычно мы очень хорошо видим всё в тех, кто нас окружает. Но последний человек, в коем мы что-то видим, это мы сами. Поэтому лучше действовать постепенно, шаг за шагом. У нас впереди целая жизнь мы можем учиться всё больше и больше, и постепенно включаться в деятельность сознания Кришны. Когда я присоединился в движение, наши планы были очень простыми. Повторяйте, Харе Кришна. Гон Санктитана. Довите Санктитана. Испытывайте экстат. И присоединиться к Раса Лиле. Мы всё время это слушали. Такова была программа. Так что мы повторяли Харе Кришна. И вентитом Санктитана. И стали счастливыми. Выбирали Асамину, но это слишком поздно. Расалило. Расалило можно подождать пока. Один основной планой мой хороший, но как вместе будем делать? Ааа То есть, в планах самих по себе нет ничего плохого. Но вообще, мы должны делать только то, что о чём нас просят. То, что необходимо. Некоторые не могут продолжать распространять книги просто потому, что у них с телом какие-то проблемы. Но, как правило, такие предыдущие все равно продолжают проповедовать. Как только могут. И все равно они стараются быть частью миссии распространенной книги. И помогать другим, любым способом. То есть такие люди стараются заразить других распространенным книг. Это одна причина. Другая причина, конечно же, материальное желание. Это желание дхарма, архи, кама, мокша. Это означает, что после наших материалов, религиозных ценностей, вы понимаете, это желание дхарма, архи, кама и мокша. То есть это желание дхарма, архи, кама и мокша. Желание, которое человек думает, исполнился в результате того, что он на санкерта не совершал астезию. Мы получим этот свой, на санкерта не получим насущный хлеб. И потом нужно найти какое-то спокойное место, чтобы съесть его. Это называется удовлетворением чувств. И, может быть, также кто-то там хочет освобождение обрести. Но это то, что касается ведического общества. То есть такое было в ведическом обществе, но это не подходит для нашего проповеднического движения. Для основной массы людей, это регуляции в ведах, это нормально. Для основной массы людей, это к пути указанных ведов, он подходит. Но для санкерта мы использовали такой интимный сервис. Но санкерта — это такое сокровенное служение. Это, безусловно, не принесет вам удовлетворение, если вы будете развивать все такие желания. То есть, как правило, человека сдывает с толку материальные желания, и он прекращает проповеду. Это можно преодолеть следующее наставление духовного учителя. Попросили раздатчиков просады выйти. Все еще живы? Это удивительно. Это удивительно. Если бы то же самое происходило в Швеции, тут все бы кресла были пустынные. И я знаю, что большинство предназначенных участвовали в утренней программе. Они работали очень трудно в кухне. И в Швеции они проходили утреннюю программу, потом тяжело работали на кухне. Некоторые утром были на программе, потом тяжело работали, потом много километров проделал путь, чтобы приехать сюда. И сейчас они сидят здесь четыре дня. Они сидят и слушают. Это просто поразительно. Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Я знаю. Пробую я пойду в какой-то hotel, я пойду в какой-то hotel, я пойду в какой-то hotel, я пойду в какой-то hotel. Это действительно удивительно. Когда я пришел к другому и сказал, что мы собираемся собирать книги сегодня. Он ответил, что я очень слабый, я не могу собирать книги, я должен отдохнуть свои обязательства. У меня есть позиция в temple и в Варнашинском системе. Все типы службы, абсолютные и дистрибуционные книги не для меня. Я очень рад, что вы выходите, но, извините, я не могу. Как вы ответили на него? Я подошел к предному и сказал, что сегодня... Пошли сегодня месяц распространять книги. Он ответил, что я очень плачу, я не могу, я должен выполнять свои обязанности. У меня свои обязанности в храме, в системе Варнашинском. И вообще все виды служения абсолютные, но распространение книг не для меня. Я очень рад, что ты выходишь на сангирском, но прости меня, я не могу и так далее. Как бы вы поступили, чтобы вы ему сказали? Я думаю, что вся эта дискуссия довольно полезная. Эта дискуссия есть довольно полезная между ними. Эта дискуссия о том, кто должен выйти, и кто называет Шамдама. То есть, вот такие обсуждения, вступать в такую полемику, не имеет никакого смысла. Потому что кто, то есть, оба, чтобы решать, кто будет выйти и кто не? Это нужно быть решен с темплой. То есть, кто вообще должен решать, выходить на сангирту или нет? Это должно решать руководство храма. Я знаю, когда я был такой фанатик. Я видел, что каждый, кто приходил мне, как обязательный кандидат, чтобы был в Сангиртану и был езден в аван. И я не знал, кто пришел близко. Я думал, что я был такой фанатиком, что каждый, если кто-то ко мне подходил, я тут же его хватал, запихивал в микроавтобус и возил на Сангиртана. Я видел, вот у меня есть фанатик. Два глаза, две руки, две ноги, значит, он должен распространяться не делать. Очень простая логика. Я часто сталкивался с трудностями. Приходил в произведение храма и говорил, подожди, подожди. Что ты тут делаешь? Даже когда я приехал в Швейцарь, где-то 10 лет назад, в те дни на терме в Алмаке была большая стройка. И Швейцарь лично наблюдал за этой стройке. Един мегафон, он ходил с мегафоном. Гуми-бут в рейтинговых сапогах. Это очень огромное место. Это очень огромное место. И он был, как 80-летний водорос, все время бегал. И где-то 80-летний, там все время бегали. И он видел мегафон, и он говорил... И Швейцарь ходил, и делал распоряжение с мегафоном. Он увидел все. Там были негафоны на стене. И я говорил... Он видел, замечал абсолютно все. Он видел гвозди валяющиеся на земле. Он говорил, что это такое. И он говорил, что это такое. Это очень хребное. Бросались, хватались и гвозди. И это была большая акция. То есть там какая-то кипучая деятельность была. Я делал сангетан в Германии, и потом я приехал в Швейцарь. Я как раз до этого занимался в Германии в Сангетану, и потом приехал в Швейцарь. И я там должен был стать лидером в Сангетане. В Швеции. , you were thinking, Ааааааа Type. , you are saying, as if you go on San again? . I was thinking, Wo also many people who can go on San again? , Pass策од put me in his car. We drove around to the whole place. Мы объехали вокруг этой фирмы, везде преданные, трудились почти лица. Он сказал, ты видишь? Работая вот здесь, таким образом преданная экономия для нас тысячи крон в день. Но если он выйдет на Сан-Кирп, он будет распространен только одну книгу в день. Поэтому не трогай его. Видишь его? Работает здесь, экономит для нас еще больше денег. Но если он выйдет на Сан-Кирп, он вообще ничего не распространен. Поэтому не трогай его. И так вот он не обвел спас этой фирмы. И я тогда сомнаждался. И я тогда сомнаждался. И я сомнаждался с тем, кто должен идти. И я думаю, что это такая международная проблема. Мы всегда с Сан-Кирп, парень. «Let's go! Let's go! I got him out!» Сан-Кирпанщики всегда пытаются других зазвать на Сан-Кирпан. Сан-Кирп, парень. Он говорит, подождите, подождите, наш последний повар остался. «Ах! He's in Maya! He's in Maya! He's in Maya!» «This is always there. It cannot go too far. It has to do the needful». То есть так на самом деле нельзя, так не может все продолжаться. Нужно делать именно то что необходимо. Поэтому руководитель, он видит всю эту связь, как все взаимодействуют с разными целями. И он должен уметь объяснить преданным, как все взаимосвязаны. Он не должен просто говорить «Случай меня, я здесь главный». «Everybody goes in the kitchen. Все идут на кухню». «No, everybody goes in San-Кирпан!» «Теперь все идут на San-Кирпан!» «No, the kitchen! No, the San-Кирпан!» «Нет, на кухню, идут на San-Кирпан!» «This is very, very immature, you know?» То есть такое руководство, оно раздает, это поступает незрелый руководитель. «One should sit down, and everybody should understand that this is also needed, and also sometimes you understand that, you know, I took a person sometimes in San-Кирпан, and that person left Krishna consciousness». То есть он должен уметь сесть в них с требованиями, так и объяснить им все популярно, чтобы они поняли, что сейчас важно. «He broke on the street from the San-Kirtan then. I took somebody out in San-Kirtan, he broke». «Вот однажды даже такой случай произошел, что я одного взял с собой на San-Kirtan, а он прямо там на San-Kirtan, и все, ушел из движения». «One of the most horrible things which can happen to him. I will never do this again». «I really stopped doing that». «Я тогда уже прекратил поступать. I thought, well, maybe he would look in a temple too». «Ну, я думаю, что да, конечно, может быть, даже если бы он правильно остался, он тоже бы ушел». «But maybe at least later». «Но, может быть, по крайней мере, позже». «He would have done a little bit more difficult». «Он бы сделал бы немножко больше порядного служения». «So one can do a big mistakes like this». «Но, может быть, по крайней мере. Он должен быть скажемым». «Я не знаю, что я буду делать. Я не знаю. Я перекусем это». «Воих людей – они перебиваются. Это очень старая мере». «Да, нет, я не знаю». «Я не знаю, что я не знаю». « «Регуляет, что она запрошена. «То ней нет» «Регуляет. Глобус, в fluо-ху». «Регуляет. Глобус, это неetz个 мегал, «Регуляет». Он сказал, что он получил эту тему, что это было несколько лет назад, в Германии, и вы говорили там, и объяснили что-то о различных уровнях книг, о том, 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 о том. Но он сказал, что качество записывания были слишком плохой, он не мог услышать все, и он спросил, что может быть, можно сказать больше о том. Вы можете объяснить? Прабу говорит, что слушал записи какой-то встречи с Санкт-Петербургом в Германии, и Нидар Прабун объяснял разные уровни распространения книг, распространения на уровне ума, распространения на уровне чувств и так далее. Можно ли здесь как-то об этом поговорить? Я не помню, по которой ты встречаешь говоришь. Иногда так бывает, что эти кассеты, которые вы слышите, это было предназначено для каких-то определенных преданных. И если кто-то слышит это в другом месте, он думает, что это такое. Но когда это все слушают где-то в другом месте, они думают, что это не имеет отношения. Из тейп-рекории с Санкт-Петербургом в Германии иногда становится опасным. Как на воскресенье в Говиндесе я часто даю лекции на чешском для чешских предмах, которые занимаются служением в Говиндесе. Я просто обнаружил, что это только чешский язык. В чешском языке мы говорим о чешском языке. На чешском разговоре надо говорить. И одна мата уже записывала все это. И потом я понял, что она на самом деле не из Чехии. Я спросил ей, ты что, понимаешь это? Я спросил, ты что, понимаешь это? Она спросила, откуда ты приехал? Она говорит, я из России. Я спросил, ты не понимаешь чешского? Она говорит, ты же не понимаешь чешского. Ну, нет, ничего, что-то там я пойму. И эти кассеты вы найдете где-то в Новосибирске, которая появилась на другой стороне. И потом эту кассету обнаружили в Новосибирске. И они просто говорят, что это не так. Не так много. И они говорят, что-то мы туда сломали. Но что-то мы сломали. Но, как вы говорили, Санкт-Петербург что касается распространения книг на разных уровнях, суть в том, что Санкт-Петербург можно заниматься, даже находясь в обусловленном состоянии. Не за долго. Конечно, нельзя так долго продолжать. Но когда можно выйти, это очень милостивый санкт-петербург. Но Санкт-Петербург — это очень милостивый вид служения. Человек может выходить на Санкт-Петербург даже если он обусловлен. И для чувства это очень приятно. Это всегда новое, и новые люди. Акционально. Однажды я сказал в Вишнападе «Я люблю ходить на Санкт-Петербург». Однажды Вишнапада сказал «Я люблю ходить на Санкт-Петербург». Ты смотришь в новом виде. «Стургий мужчина снова. Строгий мужчина снова. Он посмотрел на это, и сказал, чтобы снова выходить на Санкт-Петербург, чтобы снова превратиться в безумца. И он, конечно, шутил. Потому что это тоже часть этого. Если у вас есть любовь, то вы думаете, «Бой, я могу действительно инвестируй свою любовь». «Вау, давай!» Если вы в гуне страсти находитесь, вы выскакиваете с такой страстью, «Давай, давай!» Это очень сложно делать, когда ты сидишь в храме. Когда вы сидите в храме, в гуне страсти проявить очень трудно. Храм такой маленький. Вы будете стукать за головой в стены. Там другие люди. Там слишком все чисто. Но на улице вы можете оторваться. Да. То, что когда ты молодец, это весело. Так что мне это очень нравилось. Это нормально, но это не нравится всегда. Ну, конечно, так можно действовать, но долго вы на таком уровне не смотрите. Наверняка у вас на улице наступит такой момент, когда вы уже не будете таким сильным и почувствуете какой-то упадок силы. И что дальше? Поэтому необходимо развивать свои знания. Keep on going, чтобы продолжать. Но, regarding mental platform, that's very difficult, because the mind will always tell you some problem. А на уровне ума распространять книги довольно трудно, потому что ум постоянно будет вам говорить о каких-то проблемах. Вы будете думать, мне кажется, что этот человек не купит книгу. А вот этот, мне кажется, купит. А вот этот, мне кажется, купит. Вы приходите к нему и скажете, здравствуйте. И он скажет, нет. Потом начнете думать, потом что-то с другой, начнете думать. Вы можете целый день просто стоять на улице и думать о разных вещах. И вы ничего не распространите. Поэтому лучше всего подняться на духовный уровень. Мы с Шрабанам Киртаном Вишна Смараном. То есть это вот Шрабанам Киртаном Вишна Смараном. Герень анчанива от Кришна. Remembering the instruction of the spiritual master. Слушание, повторение, повествование Кришны и пометование наставления духовного Учителя. And try to save any condition soul you meet. Вы пытаетесь спасти любое пословление душ, которое такое вам встречается. With no dependence in the sounds. и вы не полагаетесь на свои желания. Ok, thank you very much for the hearing. Шрабху аппай кита! Шлеман Манедар прадулу кита! To understand the seriousness of the mission of Shrubhapava Bhavata. Пытались понять серьезность миссии Шрабху аппай. В собрении с Ахитами, у нас было такое собрание предусмотрение. и мы были в Сухокрусваде. Я не знаю, знаете, вы были в Сухокрусваде. Так что он пришел и был в Сухокрусваде. Начал учиться. Он начался на нас и он стал смеяться. Он очень непросто и очень эротичный мир. И он сказал, что вы выглядите прямо из Мальбора сигарет. Я сказал, что вы, ребята, даете. Как прямо сошли с рекламы, что сигарет Мальбора. Я видел, что в Москве тоже есть. Мальбора сигарет. Мальбора. Жизнь непростая штука. Но когда курим сигарету, неплохо становится. И он сказал, что вы так все выглядите сейчас. И мы сразу же все раскололись, стали сменяться. Потому что мы поняли, что Майя может вас, наверное, таким сделать. Однажды в Германии мы даже подумали о том, как бы нам не распространять в униформах сделать форму. Любой форме. Что-то, что можно купить в комиссионном магазине. Потому что немцы очень любят форму. Бутен тар. Это авторитетная книга авторитетного движения. Очень все хорошо организовано. Не организовано. И для самых авторитетных людей. Это такая серьезная вещь, что вы должны сразу же взять это. И на людей это оказывает впечатление. Они не будут следовать тому, что вы говорите, потому что вы будете звучать в начале. Но нефтям нравится следовать, маршировать. Можно попасть. Можно быть обусловленным. Видите, вот так же, если вы там распространяете. В Германию, когда приходит полиция. Все останавливались. Люди застывают. Они пользовались паспорт. И полиция говорит, паспорт. У нас были такие случаи на улицах. Полиция ходила ко мне и говорила, прекратите это. Остановись, что ты здесь делаешь? Это не позволено. Это не разрешается. Я смотрел на них и говорил, а кто ты такой? Я полиция. Это очень разнообразный, потому что никто не ответил. И он взбесток, потому что никто ему так не отвечал. Как я знаю? Я говорю, откуда я знаю, что это полиция? Университет, полиция. Университет, полиция. Университет. Я скажу, а у каждого, у каждого может себе такую шапочку. Я тоже могу себе такую сделать. Я полицейский. У меня здесь пистолет. Какое-то я знаю, что это настоящий пистолет? На Западе продают водяные пистолеты, а они как настоящие. Он сказал, что у меня есть удостоверение у вас. Полицейский. За паспортом, и там, а, за паспортом, то есть у него была фотография там, в самом деле, на личности. Я посмотрел, что это ты. Это что, ты? Что-то неплохое. Это я! Сказал, это я! Тейша, стань здесь! Ты здесь печать, печать, видишь? Я сказал, стань. Я не пакаю пакет. Я стал, знаешь, если взять картошку. Я не пакаю пакет. Разрез все попал. Вы перенесли на местах, Саня. Можно из-за настолько печати сделать. Я сказал, что это настоящая печать. Я сказал, что не я. Я сказал, что это не я. Я сказал, что это не я. Откуда я знаю? Тогда он сказал, что это не я. Хорошо, подожди здесь. Я посмотрю на другую полицейскую. Я позову еще полицейскую. И они были подтверждены, что они были подтверждены. И он подтвержден тебе, что я полицейский. Я прошу. Я говорю, что это тактика, что так нужно пропадать в Москве. Тогда он ловит. Он ушел. Сейчас ты тоже. Я тоже ушел. Я не знаю, что это тактика. Я не говорю, что это тактика. Что так нужно пропадать в Москве. Я просто удивляюсь, как серьезно люди говорят о том, что они говорят в Москве. Мы должны быть осторожными. Но мы не должны все так уж серьезно. Но мы не должны все так уж серьезно. Нам с полицией столько приходилось разговаривать в Москве. Потому что немцы любят звать полицию. В то время, когда я выходил в Москве. И им очень нравилось. Всегда приходили в полицию. Обычно они приезжали в машину. Да. Эти, которые на машину приезжают. Эти, которые на машину приезжают. То есть, самое худшее, что вы можете делать, это если вы начнете убегать. Это опасно. Но когда они видели меня, я видел их. Я махал рукой. Что могу сделать для вас? Я не спрашиваю, что ты здесь делаешь. Я вижу что-то ужасное. Что я не могу сказать. Я не могу сказать о Боге. Я в руках нашу книги о Боге. В руках книги о Боге. И они тоже бывали. И я сказал, что они из того сюда послали. Они сказали, что они с того сюда послали. Они были без проблем. И это зонт, а он. Это жерт. Они тоже бывали. И это очень полезно. И все из-за этого глупого начальника, там, полицейского управления. Ты распространяй, но так, хорошо все делай, как следует. Я сказал, что я очень часто не решаю проблемы в области. Есть другие примеры, в Праге, я слышал в Праге, в Чехословакии, в Чехии, в полицейской области. Там были такие исключительно полицейские, которые попадались в области. Они даже нравятся от наших людей. И там, you know, и... Это была моя матка, которая распространяла в Праге. Она уже знала одного полицейского управления. Он был на тот же месте. Он был на форту. Он был на форту. Он был поднимал. Он сказал, что он был в гадах, и он спросил на форту. Он также говорит, что, что он был в Круто, он сказал, что он приехал в Крыто. И когда люди ставят машины. И когда она подходит человеку, и дает ему книгу, и я же боюсь, и я пью на адрес АРВК, полицейский появляется с другой стороны машины. Она подходит человек, который машину, и он говорит, что это очень важно. Я сказал, что вы должны купить его. Я думаю, что вы должны купить его. Я не знаю. Он действительно так ходит. Такая совершенная команда. Так что так тоже может получаться. Я думаю, что кто-то должен написать книгу, шуток для премии. Это можно сделать, но это не откроет настоящий ход. Санкт-Киртана. Санкт-Киртана заключается не просто в том, чтобы ходить и шутить. Но когда вы довольны. Когда вы понимаете совершенно абсурд, это абсурдность этого риса. Поскольку гениально абсурдно. Совершенно сбивает строку. И Кристос – верховный маг. Он стоит за все этими, и улыбается. Он изначально причина всего юмора. Если вы это осознаете. Если вы это осознаете. Тогда вы будете воспринимать все гораздо проще. И не будете постоянно принимать экспрессию в этом материальном мире. Но не нужно быть все так уж серьезно. Как условия душа очень серьезно подходит к проблемам девиз на сексе и защите. О, пища. О, деньги. О, жизнь. О, злая хамара. О, все остальное развиное. О, вот это все. О, все это впервые. И ничего не даст. О НЕО ROBERT ЗЛЯ, чтобы такие Welcome Ассоры. Это все равно, чтобы переживать о чьем-то пальто. О 곡, да. О пальто с головой. Какое у тебя пальто? Хотя и целую пьесу есть. Обavorно это необраздно. В одном смысле материальный мир это очень печальное место, потому что всех с великим энтузиазмом мы шелы твать. Но по сути дела, мы все духовные и мы не имеем никакого отношения к материальным мирам. И тогда уже можно начать шутить. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Что же говорить о том, что внутри? Не нужно даже об этом говорить. Я не хочу попадать в неприятности. Я не хочу попадать в неприятности. Потому что вопрос такой. Вы рассказали о немцах, как им распространить. Не можете перед о русских также рассказывать. Какие у вас впечатления? Прямо еще один. Я здесь сидим долго. Пока еще недостаточно времени. Одно то, что я знаю о русских точно. Я всегда прикручивалась. Что не все духовные души. Пожалуйста. Поделитесь опытом, как вы всегда настраиваете перед марафоном. Это очень важно. Пожалуйста. Если честно, я вообще не готовлюсь. Особенно. Просто выбегаю за дверь. И рад тому, что я снова на улице. Потому что большую часть времени я на улице не бываю. Потому что я перекладываю бумажку снова место в другое все в кабинете. И постоянно говорю с премиями, которые с энтузиазмом пытаются подреживать, содержать замечательные рестораны. И разговариваю с премиями, которые пытаются проповедовать, как они могут. У нас есть один премиями, который путешествует по всей Швеции. В таком передвижном плене на колесах. И за день проповедует где-то 150 студентов. Уже 10 лет он так ездит. И я пытаюсь ему попросить так же. И много есть других предок, которые пытаются проповедовать. Я пытаюсь побогать им. Но когда я выхожу сам, я думаю, по сути, я вот так сидел. И, конечно, о Швапрабхупаде. И, конечно, о Швапрабхупаде, по самом деле. Швапрабхупаде. Так много преследований. Швапрабхупада. Вы чувствуете присутствие Швапрабхупада. Он так сильно присутствует, когда вы приходите, когда вы выходите, на самом деле. Он прямо там, вы чувствуете это. Это все равно, что вы снова встречаетесь в Швапрабхупаде. Это все равно, что вы снова встречаетесь в Швапрабхупаде. Поэтому это очень вдохновляет. Но готовиться, значит, мы должны уничтожить дом. И не терять, как бы, это понимание того, что мы должны проповедовать. Когда я выхожу в Москве на улице и вижу этих людей, я думаю о том, как это будет выглядеть, если надо подавать клинику. Что это сделано? Вы не хотите электронизировать, чтобы просто идти в Москве. Вы пытаетесь так делать, просто ходите по улице, мы ходим на улице и давайте видом клинику. Просто так. Просто так. В других фабриках. В других фабрике. Просто так. Просто по улице. Просто так. Это очень трудно. Очень трудно. По улице. Я могу представить, что у вас есть проблемы в центре. Вечером там. То есть, в часы пик тогда это очень трудно сделать. Я не могу сказать, что лучше, что хуже. Я не могу сказать, что лучше, что хуже. Но это такой традиционный метод распространения. Просто идете и от первых из угла появляется сразу к нему. Я знаю, что много людей здесь ходит по улице. Если он говорит, нет, люди к другому. Кто-то же возьмет обижение. Это красивое. Для меня, праздник. Потому что я очень много в центре. Я очень много в центре. И это самое замечательное. Особенно на аром то, что я в центре. Я не верю к нему. Я в центре. Я в центре. Вы чувствуете такое облегчение, когда вы уходите на улице. Так все просто. Все так просто. Что может быть проще. Привет. Привет. Не хочешь? Привет еще раз. Возьмите книгу. Такое простое, что прямо сложно. Потому что нужно быть очень простым. В большинстве случаев все, что вы делаете, помимо вот этого простого процесса распространения книг, это уже не так все просто. В храме нужно столько разных вещей заботиться. В храме нужно столько разных вещей заботиться. В храме столько всего может сломаться. Так много разных вещей могут случаться. Это довольно непредсказуемая ситуация. Например, если я сидя в своем офисе. Я могу подумать, что это будет спокойно, и я не человек. И тогда кто-то будет скучать. Д Side закрывается. И дверь открывается. Н Elliott у меня нужно приобретать. Бадус изъявки! Knowing. Что случилось? Но. Что случилось? Он может вызвать другую Бадусу, пожалуйста. На что случилось? Она тоже не плачет в третью завяжку. Она сказала, что они сказали, что они сказали, что она сказала. Они говорят, это все глупости. Они себя улыбаются и уходят. Это одна небольшая вещь. Затем она спичала. Промачали ко мне. Заходят бромачали. Что-то ужасно случилось. Там человеку стояли. Он сломал кресло. Что? И затем ушел. Он был виноват. Он был сумасшедший. Хорошо. Возьми другую структуру. Хорошо. Хорошо. Все что может произойти. Ты знаешь, ты знаешь. Но в Санкт-Петербурге. Это очень просто. Очень просто. Очень регулярно. Очень. Я вспомнил, что это единственное время, когда я мог спокойно читать книги. Каждый день, один и та же программа. Тот же прославлен. Тот же. Тот же. Тот же. Очень спокойная, хорошая жизнь. Такая простая. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...